Что почитать? Вопрос может вести в ступор. Буквально каждую неделю появляются новые авторы, новые книги. И в этом океане страниц легко потеряться. Тут главное не стесняться и обратиться к знатокам, к знающим людям. С нами на связи Инна Журавлёва, Алла Шевченко. Девочки основали свой книжный клуб «Для кого и зачем?». Вот главные вопросы. Сейчас об этом узнаем. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Девочки, хочется вот первый вопрос задать. Вот прямо сейчас, что вы читаете? Давайте вот с Инны начнем. Сейчас мы читаем классику американскую «Харпер Ли. Убить пересмешника». Мы классику читаем редко в нашем клубе, но в этот раз решили, обсудили с нашими участниками, решили почитать, предложили им выбрать книжки и уже из предложенных выбрали одну, и это оказалось «Харпер Ли». То есть вы вместе, и Инна, и Алла читают «Убить пересмешника». Да, мы все читаем. По-моему, классная идея. Как раз можно обмениваться впечатлениями. А вот сейчас мы и узнаем, для чего был создан книжный клуб. Вот, да. Интересно, девчонки, вот как вообще у вас возникла идея создать книжный клуб? Изначально я на своей странице в Инстаграме рассказывала о том, что читаю, и Инна меня репостнула, рассказала обо мне. Люди подключились, написали незнакомые. И, в общем, я предложила Инне, давай сделаем. Мы с Инной очень давно дружим, поэтому мы давно обсуждали вместе и хотели сделать что-то такое, найти еще единомышленников, с которыми можно было бы это все обсудить. Потому что у нас часто мнения сходятся, а нам хотелось найти кого-то, с кем бы поспорить. То есть вам было скучно вдвоем? У вас такая идиллия была? Идиллия, да. Слишком все идеально. Ну вот, любопытно, это как-то случилось, может быть, на карантине, да? Потому что очень много людей сидели дома, и одно из основных занятий было это прочтение книги. Да, это правда случилось на карантине. 12 апреля у нас дата основания книжного клуба. День космонавтики. Да. То есть все сразу совпало. Прекрасный день мы выбрали, потому что мы видели, что людям стало это интереснее, каждый у себя на странице что-то писал, и решили, что людям нужно, и действительно получили огромный отклик. Потому что на карантине, наверное, так как читали на карантине, не читали потом. А вы вот с участниками книжного клуба, вы встречаетесь потом оффлайн, не только по интернету, но и где-нибудь на улице или в кафешке? На данный момент мы встречаемся только онлайн. Раньше мы проводили эфир в Инстаграме, сейчас мы встречаемся в Google Meet на платформе, обсуждаем все вместе. Пока оффлайн не выходили, так как у нас много участников не из Приднестровья. Есть кто отсюда уехал, но скучают и хотят с ним держать связь, поэтому мы пока общаемся только онлайн. Интересно, девчонки, вот как раз об онлайн, да? Вот ваше экспертное мнение, какая книга лучше, все-таки бумажная или электронная? Любая книга хороша, правда, сложно сказать. Конечно, есть вот это вот потрогать, пощупать, понюхать, но на самом деле, если ты хочешь читать, вообще не важно, мы слушаем книги и читаем в электронном варианте, из разных носителей и, конечно, читаем бумажные книги. Очень похоже на то, как литературу на лето задают, да, список литературы, нужно прочитать, успеть. Вот интересно, сколько времени вы даете на прочтение одной книги? Обычно это две недели, но зависит от объема, конечно. В среднем у нас книги это 300-400 страниц, за две недели, в принципе, мы справляемся все. Был у нас опыт, и когда мы читали месяц, но это был роман, по-моему, на 700 с чем-то страниц, как бы в среднем 2-3 недели. Девчонки, опишите идеальное место и время для чтения книги, по-вашему. У каждого свое, потому что мы даже выставляли опрос в Инстаграме, кто, где, когда любит читать. Я лично люблю читать перед сном, я очень редко читаю в течение дня, и это обычно в кровати, либо в кресле, но на самом деле, опять же, очень зависит от времени года, от настроения. Вот такого вот одного у меня лично нет, но самое частое это перед сном. Ну, перед сном, допустим, зимой, а если говорить о теплом времени года? Тоже, наверное, тоже. Сон попозже. Да, сон попозже, читайте перед сном, самое то. Вот, непопытно, вы много общаетесь с читающими приднестровцами. Вот приднестровцев можно назвать читающей нацией? Это сложно сказать, потому что, опять же, у нас из разных регионов есть, из разных стран читатели. Мы как-то и статистику не проводили. Но, в целом, я бы сказала, что люди много читают. Ну, по крайней мере, нашего возраста, да, то есть у нас основные, ну, подписчики, это все примерно, ну, 20-30 лет, то есть люди читают. Да. Ну, и взрослые, мне кажется, тоже. Ну, у нас, мы просто их не спрашивали. Да, но у меня мама читает с нами постоянно. Причем мы выбираем, например, даем 4 книжки на выбор, и все читают одну, а мама успевает каким-то образом прочитать 3, если у нее не сильный загруз по работе. Поэтому, ну, нам кажется, что да, читающие люди, и это очень приятно. А где и как правильно искать нужную книгу? Ну, мы читаем обычно все на платформе BookMate. Это приложение, есть сайт, там платная подписка, но... Окупается. Удобно, да, она окупается, там очень большая библиотека. Есть платформа MyBook, есть Storytel, на котором тоже можно и читать, и слушать. Да. Ну, и плюс, ну, покупаем бумажные. Да, но гораздо удобнее на платформе, потому что есть возможность покупать книги онлайн, конечно, на разных сайтах, но гораздо дешевле оплатить подписку, и у тебя в доступе есть книги новые, старые, любого жанра, и это очень классно. Инна и Алла, наверняка вы прочитали очень много книг, у вас очень много историй в голове прокрутилось. Может быть, какая-то книга вас подбила на какой-то поступок, да, то есть вы совершили какой-то порыв, да, или поехали... Какой-то герой вдохновил вас на что-то, да. Вдохновил вас, поехали в ту страну, где происходили события. Было такое? Сложно сказать. Мы вообще очень такие спокойные и редко делаем что-то неожиданное вдруг из-за книг. Но какие-то мелочи, да, первое, что мне приходит в голову, это я читала книгу Мэтта Хейка, она из двух переводов, название «Люди и я», и «Трудно быть человеком». И история в том, что человек, не человек, пришелец с другой планеты, прилетает на Землю, и там долгая завязка, но дело в том, что он как бы узнает людей и то, чем люди живут, что им нравится, и он пробует пищу впервые, и одним, сначала пробует что-то полезное, там, селедерея и так далее, а потом пробует тост с арахисовым маслом, и понимает, что это просто вообще лучшее, и это супер. И потом там есть в этой книге очень крутой список, там что-то вроде как сто вещей, почему жить круто, и там он советует попробовать арахисовое масло с бокалом белого вина, и я помню, что я когда это прочитала, я вечером пошла в магазин, купила арахисовое масло, и мне было очень классно. Классно, то есть это действительно классно, вы подтверждаете, Инн? Да, абсолютно. Надо будет попробовать. Почитать книги? Нет, повторить какое-нибудь, знаешь, такое сочетание, взять пример с героя. На самом деле, про поступки мы поговорили, вот нам интересно, вот главное правило книжного клуба, никому не рассказывать про книжный клуб или все-таки рассказывать? Все же рассказывать, мы очень рады, когда к нам приходят новые люди, мы очень рады, когда с нами читают, обсуждают, мы всегда, ну, всем рады, абсолютно. У нас не было, мне кажется, негативного опыта вообще, то есть все люди адекватные, да? Да. Ну, все, кто к нам присоединялись, все на позитиве, так скажем, доброжелательные, все замечательно. То есть мы хотим, чтобы таких людей было еще больше. Итак, подведем итог, то есть в Инстаграм находим книжный клуб, знакомимся там с участниками книжного клуба, там есть ведущие, да, книжного клуба, назовем их Инна и Алла, мы уже с ними познакомились. Вы предлагаете книгу, все вместе читаете и обсуждаете. Очень крутая идея, спасибо, девчонки, что вы смогли это сделать, что оно работает реально, с вами было интересно разговаривать, и до новых встреч. Спасибо огромное вам за этот разговор. Спасибо. Спасибо, до свидания. Вам успехов, всего доброго. Спасибо. Ну что ж, книги — это действительно источник эндорфинов, а еще получить гормон счастья можно, если съесть шоколадную конфету. Ну а кто король среди шоколадных конфет? Конечно, трюфель. Прямо сейчас расскажем интересные факты о нем.